Три года ждали губернатора на предприятии Автокран. За это время компания пережила кризис, была объявлена банкротом, половину сотрудников сократили, другую перевели в штат нового предприятия. И вот на Автокраны приехал Павел Коньков. Ситуация в компании под пристальным вниманием областного правительства. Исполнительная власть контролирует выплату задолженности по заработной плате перед сотрудниками, которая осталась от прежнего собственника. Они выплачиваются сегодня. Суммы пока не очень велики. 5-10 миллионов в месяц. Но мы договорились, что в ближайшее время руководство окончательно спланирует все процедуры с банкротством со всеми. И мы людям сможем сказать, когда мы вернем им заработанные деньги. Ну и конечно мы будем стараться помочь данному предприятию, чтобы оно наращивало объем производства. На некогда крупнейшем предприятии Иваново сейчас работают 903 человека. С мая этого года возобновлено производство Автокранов. Первый месяц их выпустили 28, затем 30. До конца года есть заказы. Планируют произвести 4 сотни машин. Возобновление работы на предприятии называют положительным сдвигом. Уже продумывают расширять географию продаж. Возможно выходить на иностранные рынки. Есть программа минимум, связанная со странами, которые ближе к нам и к нашему продукту сегодняшнему. Это страны Африки и Ближнего Востока. Но программа максимум, она весьма амбициозна. Вы знаете, что акционеры нашей компании имеют исторические отношения с компанией Volvo, с другими европейскими производителями. Мы предполагаем использовать шасси европейских производителей для поставки конечного продукта уже в страны Европы. В планах увеличить штат, расширить его до предыдущего показателя в 2000 человек. Но это в перспективе. Пока необходимо решить вопрос задолженности по зарплате. Сумма в 200 миллионов рублей может быть погашена, когда в рамках конкурсной процедуры банкротства будет продан с торгов имущественный комплекс Автокран. Суммарно подсчитали специалисты предприятия. Активов должно хватить. Вопрос в сроках.